Здравствуйте! В эфире программа «Герои нашего времени». Сегодня в гостях на Центральном телевидении и Археи ТВ директор туристической отечественной компании Ион Курмей. Ион, здравствуйте! Рада приветствовать вас в гостях на Центральном телевидении и Археи ТВ. Здравствуйте! Многих жизней разделилась на до и после пандемии. Как она сказалась на туристической сфере? Ну, получается, если наши врачи в первой линии по здоровью, мы по экономике тоже в первой линии, получается, мы почувствовали пандемию еще с января, потому что тогда психологический факт очень сильно повлиял на покупательскую способность и желание отдохнуть наших туристов. Поэтому мы очень сильно чувствуем и очень сильно изменила наш рынок, нашу работу, наш образ жизни и работы. Если говорить о покупательской способности, вот сегодня, если сравнивать, как было раньше, насколько она снизилась? Наверное, на тысячу процентов. С подобными какими-то кризисными ситуациями, но не в таком масштабе, сталкивались ранее? До сих пор не было никогда у нас такое. Это первый раз, когда нас так сильно, в принципе, ударило экономически. Не было до сих пор ни одного случая, чтобы нам так тяжело было и так сильно повлияло на нашу отрасль, пандемия, кризис, все экономические вопросы, которые были до сих пор, влияли на процентов 10, на процентов 15, 20 чувствовалось, что там снизились продажи. Как бы жить можно. Но сейчас из 100 процентов, наверное, 99 процентов упало в нашу продажу. Пришлось ли вам сократить штат? У нас очень сильная команда. Нам нашей компании повезло, что многие из нас были готовы даже бесплатно несколько месяцев сидеть дома или работать для того, чтобы удержать компанию. В данный момент мы удержали около 80 процентов нашего штата. У нас одна из самых больших туристических компаний в Молдове по количеству сотрудников, если не самая большая даже. Мы постарались удержать. Некоторые компании закрылись полностью или удержали только 10 процентов из всего штата. Можете ли вы сказать, что подобная ситуация привела к толчку для развития внутреннего туризма? Как минимум, дала возможность нашим гражданам увидеть Молдову, увидеть, какая она у нас красивая, узнавать новые туристические места, которые до сих пор, даже те, которые работали в туриндустрии, не знали их. В общем, мы раскрыли Молдову в этом году. Это был на плюс внутреннему туризму. Но, к сожалению, нашим гостям из-за границы, которые планировали отдых в Молдове, не получилось приехать из-за запрета пандемии, карантина или с боязнью заразиться. Поэтому где-то в плюсе, где-то в минусе, ну, если посмотреть на хорошую сторону монеты, то получается, что наши люди, которые живут в Молдову и никогда не видели страну, имели возможность и даже гуляли по стране, отдыхали в разных местах, увидели новые красивые места, которые, я уверен, что они ни в разу в жизни больше не попадали. Если говорить о вас, то какие для себя вы нашли там интересные туристические места в Молдове? Особенно мы, которые привыкли путешествовать каждый месяц по два-три раза, это у нас такая работа. От того, что мы долго сидели дома в карантине, конечно, как позволили уже выходить на работу, первое, что мы делали, начали путешествовать и любоваться Молдовой. И каждый день, каждую неделю мы узнаем тоже новые места, открыли для нас очень много маршрутов. Из-за пандемии мы поставили 20 новых маршруток для внутреннего туризма, которые бы точно не узнавали даже лично. И начинаем помогать местному туризму развиваться. Например, какие-то места? Вот я ни разу не был в Друитуаре, это на север Молдовы. На севере Молдовы это что, Молдавская Швейцария или что? Ну да, да, наподобие. Молдавская Швейцария, суд о демобиле, это получается 100 холмов, очень красивое, захватывающее место. Я ни разу не был в село Маркауцет, из которого самый красивый вид, мне кажется, вообще в Молдове, в сторону Мистра, возле Малавата. Первый раз был, мы просто удивились, и с тех пор уже сотни туристов из-за нас там попали. Юг Молдовы начали узнавать, Гагаузию начали узнавать, очень красивые, очень хорошие кулинарии у них. Гагаузская национальная кухня. Да, да, да. Сейчас мы делаем туры по Гагаузской национальной кухне. Раскрывает граждане с севера Молдовы, с центральной части, наш юг. Это приведет к более дружественной ситуации. Но это такой гастрономический тур получается. Да, гастрономический тур, конечно. Мы поставили новый тур, вообще новый тур получается, теплоход на Днестре, Ципово плюс Сахарно. До сих пор мы только на автобусах поездили, а сейчас можно, как и в любой европейской стране, посадиться на теплоходе и кататься, любоваться красивыми видами нашей страны, попасть в Сахарно, потом в Ципово, можно в Циповские водопады искупаться, наполнится свежей энергией и обратно в резину, куда уже едет в Кишинев. Это тоже новый тур получается, очень большой спрос, кстати, в данный момент имеет. Больше 20 новых туров и больше 300 туров по Молдове получается в этом году у нас будет этим летом. Каждая неделя у нас по 3-4 тура обязательные есть, они совсем недорогие. Мы специально ставим такие цены, чтобы каждый мог себе позволить. Цена начинается от 150 лей, целый день. Здесь будет дорога туда и обратно на автобусе, здесь ходит гир, вход в музеи. В курсе 150 лей, это получается 7,5 евро. На целый день можно где-то выехать из города, из Тишинева, допустим. Или 200-250 лет, в значок можно складкой, организмом, кемпинге делаем. Очень много туров. Оказывало или оказывает на сегодняшний день государство какую-либо поддержку? Ну, к сожалению, какой-то поддержки, если мы говорим о экономическом, финансовом, нет. Единственное, что нам помогло государству, это было то, что нам сделали этот... Дали возможность расплатиться с людьми до следующего года, то, что сделало возможным возвращение денег обратным пристам, которые заплатили за туры в мае, юне, июле. Поэтому это была помощь. Но если мы говорим о экономической помощи, не было, к сожалению, никакой. Даже вот по зарплатам очень трудно нам в данный момент. Но мы стараемся как-то выживать, стараемся работать, смотреть позитивно на мир и развивать молдавский туризм. И когда не дали помощь от государства, мы в Молдове всегда стараемся своим силам все делать. К сожалению. Если говорить о мерах безопасности, да, какие вы соблюдаете во время внутренних поездок? У нас есть специальный внутренний протокол по пандемии, по коронавирусу, который обязательно соблюдает каждый наш геды и наш персонал. Начиная с маска, которую должен каждый турист надевать в автобусах. Закрытое пространство. А в автобусах как рассаживаете пассажиров? То есть через одного или как? Мы стараемся на 60% заполняемости работать в данный момент. Бывают туры и на 40%, бывает чуть больше. Но мы стараемся так, чтобы было просторно. Берем высокие автобусы, чтобы было так. Воздух обязательно не внутреннее вращение воздуха с кондиционером, а из гневчий поток получается. Это обязательная норма, которую все европейские страны приняли. Плюс к этому дезинфектируется автобус при каждом выезде. Все сидячие места, абсолютно весь автобус, интерьер для того, чтобы туристы чувствовали себя спокойно. Сказываются вот эти все меры безопасности, которые приходится соблюдать на ценовую политику? Смотря на нашу тяжелую ситуацию и на то, что нам и так в данный момент очень туго приходится в туризме, мы постарались удержать цены прошлого года. И даже на те новые туры, которые поставили, работаем практически в ноль, только для того, чтобы помочь людям отдыхать, увидеть, какая у нас красивая страна. Всем же понятно, что из 150 лет, что означает 7,5 евро, не заработаешь. Если здесь включен и транспорт, и гид, и экскурсии, и музеи, как бы что остается. Практически ничего не остается. Но для того, чтобы помочь людям, и мы могли чем-то заниматься в данном моменте, удерживаемся. Ожидается ли по-вашему бум спросов после того, как закончится весь карантин, пандемия? Мы все говорили, что будет бум в июле, что будет бум в августе. Все ждут какой-то бум, к сожалению, его нет. И в конце тоннеля еще не видно, из-за того, что непонятно. Кто-то говорит про вторую волну осенью из врачей, и международное сообщество. Кто-то говорит, что она уже сейчас началась. Очень много мнений, никто не знает, что ожидать. Если к нам приходят туристы и спрашивают совет, что можно делать и куда можно отдыхать, кроме Молдовы. В данный момент предлагаем Турцию и Египет. И говорим, если хотите куда-то уехать, уезжайте сейчас, пока возможно, пока нам граница обратно не закрыта. Мы не можем прогнозировать на будущее, не можем что-то строить, какие-то планы. Сейчас работаем только на сегодня и завтрашний день. Вот сейчас открыты границы с той же Турцией, Великобританией и Белоруссией. Многие ли ездят сейчас в Турцию? У нас в данный момент есть и каждый день вылеты в Турцию. В следующие дни практически мест нет, потому что все стараются быстрее бронировать. Из-за того, что другие рынки начинают работать, как российский, румынский рынок, если мы говорим про ближние страны, которые заполняют очень много мест в гостинице. И каждый день начинают расти из-за них цены. В данный момент, даже на прошлой неделе можно было покупать путевки по полцени, но сейчас уже цена постепенно поднимается до обычной цены. Я думаю, что в этом году, если полетят, будет полетная программа от России для Турции до конца сентября, то цены будут даже дороже, чем в прошлом году из-за того, что многие не работали очень много времени. И за счет того, чтобы как-нибудь хоть покрыть убытки, из-за большого спроса других стран цены вырастут. Поэтому мы советуем быстрее покупать, быстрее заходить и бронировать в телеводах, если хочется. И он, некоторые турфирмы сейчас включили такую услугу, как загородные дома. Вы пользуетесь такой услугой и готовы ли вы были к этому предложению? Да, у нас есть такие предложения. К сожалению, очень... Или даже не к сожалению, это хорошо, что практически все выходные заняты на следующие три недели во всех домах. Потому что, если люди могут от этого ехать, занимают дома, едут в деревню, даже там арендуют. У знакомых, у друзей как могут. И мы подготовились, но не прямо как нужно было. Подготовились на 20% примерно из всех запросов. Не так давно вы были на Украине. Вообще, как прошла поездка и что вы для себя нового подметили? Я понял, насколько сильно нас ждут на Украине, на курортах, как Одесса, Затока, особенно те места, которые заполняли до сих пор в Молдаване. Там абсолютно пусто. Но в Одессе есть очень много внутренних туристов, украинцев. Но Молдаван очень сильно ждут. Даже мы были на молдавских номерах на машине. Все рады, что наконец-то позволили Молдаванам приезжать к нам в гости. Мы так сильно ждали. Но, к сожалению, там карантин и 14 дней обязательно должен стоять в карантине. Мы были по разбойке и нам позволили не попасть в карантине. Если ты работаешь руководителем, пилотом, летчиком, получается, или какая-то другая специалистическая работа, тебе позволяет выезжать в Украину без карантина. Если нет, ты обязан 14 дней быть в карантине, делать фотографии каждые 3 часа, или когда тебе говорят, и тебе еще говорят, где их сделать так, чтобы ты не махлевал, чтобы все было по-честному. Если нет, 17,5 тысяч гривен. Или есть альтернатива сдать тест? Если сдаешь тест, все равно результат по опыту, по практике приходит через 3-4-5 дней. И эти дни все равно должны сидеть где-то в запретии, чтобы никого не заразить, если на всякий случай там. Пока вы думаете, что поездок на Украину не будет? До 1 сентября в Украине мы, к сожалению, в данный момент, в данной ситуации, если ничего не изменится, мы не сможем поехать. Мы в краткой зоне, и мы не будем поехать. По-вашему, границы каких стран могут открыться в ближайшее время? Ожидаете, возможно? Сейчас для нас открыта Турция и Египет. Болгария открылась, но она до 1 августа. Это получается, практически на 3 дня нам открыли границу. Это ничто в данный момент. Нет запрета после 1 августа, но нам позволят до 1 августа. Посмотрим, если нам продлят. Это, наверное, тестовый период. Если продлят, будет уже Болгария. Мы надеемся, что получится в Болгарии отдыхать. Это будет очень для нас сильная помощь. Румыния, думаю, нам отходит после 15 августа. По нашим прогнозам снова никто не знает, что будет. И Греция там с конца уже августа может нам позволить приезжать. По-вашему, какие дополнительные меры, возможно, требуются еще ввести, чтобы люди были спокойны? Я думаю, что хватит уже людей держать в заперти. Наверное, все уже поняли, как нужно себя беречь от вируса. Когда нужно носить маски, когда они не обязательны. Как нужно пользоваться дезинфектантом. И это больше напрягает ситуацию, когда тебя держат, не позволяйте туда ехать. Так как и мы в домах сидели по два месяца, непонятно, зачем. Если сейчас, наверное, в 10 раз больше случаев, и все гуляют, все друг с другом встречаются. И нет уже такого жесткого тарантина. Я думаю, что самое лучшее будет, если людям позволят уже ехать, куда хотят, работать и хотят. И чтобы они осознавали ситуацию и сами себя уберегли. Общаетесь ли вы сейчас со своими коллегами за границей? Что они говорят? Какая у них обстановка? В туристическом сегменте? На Украине очень тяжело. У нас там тоже есть свои филиалы. В Румынии ситуация, внутренний туризм очень сильно вырос. У них есть ваучеры. Ваучерный ваканс называется. Такой ваучер у них, который дают каждому бюджетнику на 350 евро в год. Ты не имеешь права ни на что их тратить, кроме на туризм, внутреннего туризма. И в данный момент все пользуются этими ваучерами. Абсолютно все гостиницы практически полные. Все работает. Внутренний туризм расцветает в Румынии из-за этих ваучеров. Если бы у нас это тоже внедрили, для нас это тоже была бы полезная помощь для молдавской и туристической отрасли. А что необходимо, чтобы была внедрена такая вот программа? Это нужно внедрить новый закон. Купон в парламенте, который позволит всем гражданам Молдовы, которые работают на государство, получать купон, как баучер или карточку. Не знаю, уже по сумме, как можно решить для Молдовы. 200, 300, 400 евро, как будет возможно. Которые обязательно должны потратить внутри страны. Это очень сильная сторона для внутреннего туризма. Потому что государство абсолютно ничего не тратит. Эти деньги, которые отдает, она практически виртуально отдает. Они возвращаются обратно через другие налоги, которые оплачивают те фирмы, которые принимают этих туристов. Через те же гостиницы, через те же рестораны, музеи. Они оплачивают эти налоги через прямые налоги, через налоги работников, через другие как-то... Это внутреннее потребление. И деньги возвращаются обратно в бюджет. Но зато расцветает туризм, новые рабочие места, новые возможности. Это очень сильная возможность, которую Молдова сейчас просто должна ее внедрить. Если наш парламент заботится... Если у вас это в планах, да, обратиться, возможно, к каким-то представителям депутатов и так далее с этим законопроектом. Да, обязательно мы напишем письмо в парламент. Если парламент захочет помочь стране, помочь молдавскому туризму и поднять туристическую отрасль, то есть Молдову, то они должны сделать такой закон. И это самое главное, что страна абсолютно никакого, ни одного ли я не теряет. Все эти деньги обратно возвращаются в казну через налоги. Абсолютно. И несколько раз даже. Но зато из-за этого будут появляться новые гостиницы, новые туристические обустроенные места. От этого, когда закончится этот карантин, приедут новые туристы, куча новых туристов приедут в Молдову, потому что у нас будут условия их принимать. Это хорошее. Какие у вас прогнозы вообще на ближайшее время в плане туристического сегмента? Я думаю, что туризм Молдовы будет развиваться. У нас есть очень красивые места, как я еще начал говорить, я сказал уже, но не боюсь повториться. У нас есть такие места, которые нигде в мире нет. Даже если у нас нет моря и нет гор, у нас есть добрые, добродушные люди, которые могут красиво показать и красиво рассказать, и вкусно накормить, чтобы это все понравилось. И у нас есть, что показать и другим людям. И перспектив у нас большие. А какой тур, кстати, пользуется наибольшим спросом? Гастрономический или же чтобы люди выехали на природу, посмотрели на живописные места? Я могу сказать, что турист из Молдовы по внутреннему туризму еще не созрел до конца. Почему? Потому что наши граждане еще не привыкли навещать, смотреть новые туристические объекты в Молдове. Они еще не привыкли тратить в Молдове. Наши туристы изначально начали туризм с кофе на заправке и на машине куда-то поехать, посмотреть, вернуться обратно. И они все писали, вот не опор, нет. Начали инвестировать в молдавский турист. Но одно кофе на заправке и поездка туда и обратно, это не инвестиция. Это просто понимать, какие у нас красивые места есть в Молдове. Потом, те, которые уже были первый раз, начали созревать. Второй этап, уже начали посещать какие-то музеи. Это уже первые инвестиции в молдавский туризм. Это зарплата гидов, это входы в музеи, которые в деньги выходят на их содержание. Потом третий этап, это уже и гастрономический туризм. Начинают уже поднимать и где-то какие-то местные рестораны, местные кухни, которые нуждаются в этом, которые очень сильно пострадали. И вот постепенно созревают и молдавский туризм, и туризм. То есть в какой-то степени речь идет в том числе и о социальной ответственности граждан? Конечно. Потому что когда мы едем за границей, тратим везде деньги, везде кушаем. Нам везде кажется, что очень все дешево, потому что там в евро или в долларах и лей намного меньше, и по числу их меньше. Нам кажется, что в Молдове все дорого, а там все дешевле. Покупаем кучу вещей в моллах, а в Молдове нам жалко где-то в заму покушать или в какой-то музее 10 лей заплатить. Не знаю почему. Потому что это наша страна, наверное, и нам кажется, что это все нам бесплатно должно быть. Наверное, со временем к этому мы рано или поздно придем. Иоанн, я благодарю вас за интервью. Желаю вам успехов в этом непростом, но очень важном деле развития внутреннего туризма в Молдове. Спасибо, Екатерина. Я желаю вам красивых туров по Молдове и всем зрителям, чтобы вы путешествовали больше, увидели Молдову, какая она красивая. У нас есть что посмотреть. Те, которые говорят, что у нас нет красивых мест, они просто не посещали в Молдове. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня в гостях у передачи «Героя нашего времени» на Центральном телевидении и Археи ТВ был директор отечественной туристической компании «Ион Курмей». Смотрите нас каждое воскресенье в 11.00 на Центральном телевидении и Археи ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова